Россия входит в пятерку лидеров по часу мигрантов. На первом месте США, следом идут Германия, Саудовская Аравия, Россия и Великобритания. По данному ООН, в России проживает 12 миллионов мигрантов. Последние годы становится актуальным вопрос социальной адаптации и интеграции рабочей силы на территории страны. Новая страна, язык, культура, обычаи и законы. Каждый мигрант, пересекая границу чужого государства, попадает в непривычную для него среду, где ему волей-неволей придется приспосабливаться к новым социальным, культурным, экономическим, правовым условиям. В этом процессе важную роль играет знание языка, как связующего звена. Адаптационный период вы легко прошли или были все-таки определенные трудности? Я думаю, я прошел легко, в связи с тем, что я окончил русскую школу. Поэтому мне вроде читать метро, самое трудное метро было. Наш соотечественник Арген Эсенгулов приехал в Москву в апреле этого года. На сегодня он работает курьером. Как вы интегрируетесь в московское общество? Как часто вы общаетесь с местными? Находите ли с ними общий язык? Ну да, если грамотно подойти, смотря по ситуации, здесь сейчас со всеми можно найти общую тему, найдутся везде. Мы с пацанами в футбол играем. Есть о чем поговорить всегда. Они знают все о Кыргызстане, бабушки сидят во дворах, тоже все знают. Отношения нормальные. Я такого негатива не встречал еще. Однако не у всех так гладко получается, как у Аргена. У каждого мигранта своя история адаптации и интеграции. Ну, на своем примере. В 2016 году, когда я прилетел и остался там, у меня огромная такая комната, где я жил. И когда я прилетел, в комнате было 12 человек. В комнате, в зале. И я был шокирован. И вот это, когда тебя везде зажимают, то есть личное пространство уже исчезает. И вот эта агрессия, она начинается. Ну, не в плане кого-то избить или этого, да. То есть человек попадает в депрессию или как-то, я не знаю. Вот становится каким-то вот линейным человеком, который идет на работу, приходит, спит и все, да. Вот так вот так. А были у вас моменты, когда вы хотели все бросить, уехать? Да, было такое время уехать. Ты на стройку работаешь и не можешь получать зарплату, ничем на корплату платить, ничем кормиться. Да, ну, кидала были, да. На такое время можешь просить и уехать. Стратегия успешной адаптации мигранта может быть обозначена таким образом, как стратегия доступа или стратегия 4D. Доступ к информации, возможность получить конкретную информацию о законодательстве страны пребывания, механизмах правовой поддержки, культурных особенностях и нормах поведения, о рабочих местах и вакансиях. Доступ к инфраструктуре – это возможность пользоваться социальной, жилищной, транспортной, культурной, экономической инфраструктурой города. Законодательное либо фактическое ограничение доступа к инфраструктуре ведет к формированию мигрантских анклавов или гетто. Доступ к ресурсам и услугам – экономическая, правовая, социальная и культурная возможность воспользоваться поддержкой государства и общества. То есть мы понимаем, что одним из главных таких правильных принципов нашей миграционной политики, что мы не платим пособия. Соответственно, к нам не едут дармоеды, как в Европу, например, которые просто живут на пособия, тащат с собой свой уклад, живут отдельными кварталами, формируются гетто – это проблема. У нас все-таки, если человек приехал, он должен работать, иначе будет нечего кушать. Соответственно, он выходит в общество, он находит работу, он общается, соответственно, не только со своей семьей, с большим количеством людей, коллеги по работе, какие-то руководства и так далее. Даже если он достаточно плохо говорит по-русски, обычно полгода-год он уже более-менее сносно разговаривает. То есть вот эта самая базовая адаптация, чтобы он мог объясниться, оформить документы, что-то, она, в принципе, проходит нормально. Маргарита Ревитовна, вот то, что произошло в Кузьминках, это следствие чего? Следствие того, что не проводится работа по соцадаптации, интеграции мигрантов, или есть какая-то другая причина? Мне кажется, это очень много причин того, что произошло. Во-первых, сейчас вообще увеличился такой, скажем, нервный фон в обществе. Все устали от ограничений, от режима ограничений. Кто-то потерял работу, у кого-то очень сильно снизились доходы. И это все сказывается. И сказывается это и на москвичах, и тем более это сказывается на людях, которые приехали здесь зарабатывать деньги. То есть то, что мы называем трудовыми мигрантами. Потому что они на каком-то этапе оказались в очень сложном положении. То продлевают эти патенты, потом вдруг в последний момент не продлевают. То потом еще за день до того, как все должно закончиться, говорят, ну ладно, еще оставайтесь. Понимаете, вот эта нервная обстановка, она очень сильно влияет на настроение людей. Потом давайте мы посмотрим, кто участвовал в этом конфликте. А молодые мужчины, которые приехали, они без семей, без жен. То есть они находятся в постоянном напряжении, очень сильном. Вот у них как бы им с одной стороны надо заработать, с другой стороны им по сути негде толком отдохнуть. Потому что негде расслабиться, потому что семья далеко. И они переживают, как они должны ее обеспечивать в этих условиях, когда денег все меньше, меньше, меньше. И уже и москвичи жалуются, им не хватает. А тем более, и вот это все, оно все накладывается, мне кажется. Плюс еще вот этот, конечно же, конфликт. Конечно же, конфликт, который, как бы мы ни говорили, как бы ни призывал наш президент, что ни в коем случае нельзя это переносить на нашу территорию. А все равно, вот знаете, это какой-то дополнительный фактор, который вот в головах у людей сидит. И вот, к сожалению, вот это все вместе сошлось, и получилось то, что получилось. Это очень неприятно. Это неприятно для местных жителей. Это неприятно для имиджа людей, которые уже приехали, и которые еще приедут сюда работать. То есть это со всех сторон минусы. Но с этим надо что-то делать. И дальше мы увидели, что вот следствия какие, да, все напряглись. Напряглись, прежде всего, местные жители и сказали, а где наша власть? Как такое может быть, чтобы у нас там, да, вот такие огромные количества людей сходились и выясняли отношения на наших улицах? Да, вот именно так говорится, да, на наших улицах. Они на наших улицах. Хотя на самом деле мы давно уже все, ну, не знаю, мне кажется, перемешаны, мы давно все единое целое составляем то, что называется там жители Москвы. Не важно, кто когда приехал, но тем не менее попробуйте сейчас себе представить жизнь Москвы, особенно в условиях пандемии, без курьеров, без людей, которые обеспечивали чистоту, да. Это же огромная проблема. И не случайно даже мэр столицы у нас говорит, вы знаете, у нас проблема, у нас инфляция из-за того, что отток мигрантов. То есть это вот все очень сильно взаимосвязано. Поэтому я считаю, что вот этот, как бы, неприятный инцидент – это следствие общего нервного напряжения, которое во всем мире есть и которое есть в России. Миграция всегда связана взаимным влиянием принимающего общества и сообществ мигрантов. И во всех городах наблюдается толерантное отношение к мигрантам. По некоторым социологическим опросам, свое негативное отношение к приезжим местные жители объясняют тем, что имеются определенные культурные противоречия, связанные с образом жизни, поведением, незнанием русского языка, низким образованием. А кто-то думает, что мигранты отнимают у них рабочие места. Все слишком много говорили о том, что вот они себя ведут по своим законам, они уже, значит, сбиваются в стаи и так далее. То есть такие вот разговоры шли, но никто не заговорил о том, а есть ли у нас в России реальная система интеграции. У нас есть прекрасно работающий центр, который выдает патенты, регистрирует, берет деньги. Да, вот он прямо такой, знаете, как такая хорошо налаженная машина. А вот я хочу спросить, он находится в Сахаровой, все это прекрасно знают, эта дорога известна в Москве. А я хочу спросить, а в каком месте находится такая же хорошая машина, куда может прийти человек, приехавший сюда работать, с какими-то проблемами, которые возникли? Ребенка не берут в школу, не берут в детский сад. Допустим, работодатель обманул, не дал денег. Или человек заболел и не знает, куда ему идти. Мы прекрасно знаем, что часто эти медицинские полисы, они как-то странно обслуживаются. Вроде бы они есть, а очень многие люди говорят, что их вроде как и нет. Многие такие истории, с которыми люди сталкиваются и которые вызывают то самое раздражение, которое выплеснулось в Кузьминках, где то место, где, пригласив людей на работу, их проблемы решают. Адаптация мигранта – это процесс усвоения иностранным гражданином или лицом без гражданства образцов поведения, социальных норм и ценностей, знаний, навыков, позволяющих ими существенно и успешно действовать в принимающем обществе. Только успешно адаптировавшись к социальным, культурным, экономическим и правовым реалиям принимающего общество иностранный мигрант, может в процессе своей жизнедеятельности постепенно интегрироваться в местное сообщество и стать его полноправным членом. Ребят Молдаконов, Оскар Уланулу, Аллато-24, город Москва.